До единого дня голосования осталось чуть больше месяца. Напомню, 13 сентября этого года выберут губернатора Архангельской области, а также депутатов по двум многомандатным округам городской совет, главвеликовисочного и телевисочного сельсоветов. Последний прием документов в избирательной комиссии завершился 27 июля. Сейчас узнаем все подробности о выборной кампании 2015 года. У нас в студии председатель избирательной комиссии Неницкого округа Георгий Попов. Георгий Александрович, здравствуйте. Добрый вечер. Расскажите, пожалуйста, об особенностях избирательных кампаний 2015 года. Ну, то, что касается особенностей избирательной кампании текущего года, могу подчеркнуть главную и единственную особенность данной выборной кампании — это выборы губернатора Архангельской области. Чтобы избирателям был понятен смысл данной кампании, она заключается в следующем. Несмотря на то, что Неницкий автономный округ является самостоятельным субъектом Российской Федерации, имеет свои органы власти, которые мы с вами избрали в прошлом году губернатора, это окружной парламент. Но, тем не менее, по своему конституционно-правовому статусу он территориально входит в состав области. И, соответственно, с этим губернатор нашего соседнего региона Архангельской области избирается по единому избирательному округу, который включается в вся территорию Архангельской области и Неницкого автономного округа. В соответствии с этим все избиратели, проживающие на территории округа, также будут участвовать в этой выборной кампании и голосовать за кандидатуры тех или иных кандидатов в губернаторы области. То, что касается местных выборов, как вы уже сказали, да, у нас состоятся выборы в Великовисточном сельском совете, это также досрочные выборы главы Великовисточного сельского совета. Там изъявили своё желание пятеро кандидатов, из которых четверо на сегодняшний день уже зарегистрировано. Плановые выборы с истечением срока полномочий у нас проходит в муниципальном образовании Тельвисочный сельский совет, будут выбирать главу. Выдвинулись три кандидата, один из них уже зарегистрирован на сегодняшний день. И также там состоятся выборы, довыборы, дополнительные выборы депутата по многомандатному избирательному округу номер один, это село Тельвиска. Выдвинулись четыре кандидата, один также зарегистрирован. И по городу у нас будут, ну, можно сказать, самые большие выборы относительно количества кандидатов по двум многомандатным избирательным округам. Это избирательный округ номер 4, портовый, и избирательный округ номер 5, центральный. Там должны будут довыбрать по одному депутату в этих округах. На сегодняшний день в городе выдвинулось самое большое количество кандидатов. По центральному округу выдвинулось 10 кандидатов, по портовому выдвинулось 13. Итого 23 кандидата. На сегодняшний день четверо из них уже зарегистрировались. В ближайшие где-то неделю, дней 9-10, избирательные комиссии, которые организуют выборы, должны будут рассмотреть все те документы, которые представлены кандидатами для регистрации, и, соответственно, примут решение о регистрации, либо об отказе в регистрации кандидатам, которые изъявили желание баллотироваться на те или иные должности. А сам процесс выборов 13 сентября, он будет проходить как обычно, или будут какие-то особенности? Ну, сам процесс выборов, он будет проходить как обычно, то есть единый день, который у нас законом закреплен, это 2 воскресенья сентября. Все участковые избирательные комиссии, напомню их, на территории округа 51, они будут работать. Время голосования с 8 утра до 8 вечера, ну и, соответственно, после 8 вечера будет подведение итогов. Вот, каких-либо особенностей здесь нет. Единственное, что могу сказать, по выборам губернатора области предусмотрены открепительные удостоверения. Если гражданин не сможет в день выборов прибыть на свой участок, соответственно, он имеет право получить открепительное удостоверение, и, находясь на территории округа, либо области, он может прийти на ближайший участок и, соответственно, по данному открепительному удостоверению проголосовать на выборах губернатора области. Ну, а, соответственно, по местным выборам здесь необходимо быть на своих участках, потому что за пределами этого участка, за пределами избирательного округа, избиратель не сможет проголосовать за кандидата, либо на главу, либо на депутата по своему муниципальному образованию. Спасибо, Георгий Александрович. Я напомню, гостем студии был председатель избирательной комиссии Ненецкого округа Георгий Попов. После небольшой паузы вернемся к другим новостям.